Полная консервация. В таком режиме пока находится здание фабрики кухни. Но уже в январе здесь начнут свою работу первые строители. Реставраторы начнут с малого. Подготовка объекта, установка строительных лесов. Но постепенно войдут в круглосуточный режим работы. Планируется восстановить первоначальный вид фасадов и кровли. Итогом станет открытие в здании филиала Государственной Третьяковской галереи, где будут выставляться авангардные произведения искусства. Тем людям, которые будут работать на этом объекте, на самом деле будет очень интересно выполнять ту работу, которую они делают. Это не просто строительство, не знаю, какого-то жилого дома, торгового центра. Это действительно реставрация и приспособление под музейное пространство очень интересного, во всех смыслах этого слова, здания. Для реставрации уже все готово. Коммуникации подведены, а разрешающая документация получена. Об этом говорили на совещании под руководством депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Также участники встречи обсудили дальнейшие планы. Рабочая группа, в которую войдут городские власти, руководство Третьяковки и подрядчики, еженедельно будет решать возникающие вопросы. Один из них – перенос газораспределительной камеры, которая находится на территории фабрики кухни. Мы сегодня определились о том, что направим собственника обращения с тем, чтобы проработали вопрос, либо по ее переносу отсутствия, потому что очевидно, что на земельном участке федеральной собственности этого быть не должно, либо каких-то иных компромиссных вариантов, которые уже собственнику предстоит обсуждать с заказчиком дирекции Министерства культуры и с пользователем. Все основные работы будут оплачены из федерального бюджета. Стоимость проекта – почти полтора миллиарда рублей. А вот благоустройство прилегающей территории, которую оформят в едином стиле с музеем, будет оплачено из региональной казны. Реставрацию должны завершить к концу 2021 года, а уже в мае 2022 года планируется открытие филиала. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.